Есть одна вещь, с которой в Вашингтоне согласны все. Наши границы не имеют значения, но украинская граница священна, и авторитарному правительству Украины нужны десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков. Немедленно перестаньте жаловаться. И, кстати, бессрочно. Навсегда. Обе партии в Вашингтоне согласны с этим. Это задача первостепенной важности для страны. Но все опросы показывают, что вообще-то это не проблема номер один. Настоящая проблема для американцев – инфляция. Президента Украины Зеленского спросили об инфляции в США, которую вызывает поддержка его страны. Вот его ответ. Мы цитируем. инфляция – это ничто. Кто думает об инфляции? Такие вещи вторичны. Правда? Может, для тебя, мистер Зеленский? Но для американцев они вообще-то имеют значение, потому что мы живем в разных странах. Мы как-нибудь сами разберемся. Украинские лидеры уже даже не скрывают, что презирают нас. Они просто хотят наши деньги. Им нет ни малейшего дела до США. Здесь нет демократического единства и солидарности. Это мошенничество. Каждую неделю, вы должно быть заметили, Зеленский появляется на публике в компании американских политиков, жмет руки, опять прижимается Клинси Грэм. Странно, что он не заботится о своей безопасности, ведь это зона боевых действий. Он встретился с кучей голливудских звезд. Вот, например, Бен Стиллер. Здравствуйте, сэр. Очень рад познакомиться. Спасибо, что нашли время. Чудесно. Мы очень хорошо вас знаем. Это честь для меня. Очень рад видеть вас, Дмитрий. Это действительно чудесно. Вы мой герой? Что? Нет. Да, вы бросили великолепную актерскую карьеру ради этого. Я не так хорош, как вы. Ну, достаточно хорош. То, что вы сделали, как вы ведете страну вперед. Знаете, весь мир это очень вдохновляет. Да, действительно, вы, вы герой. На этой неделе Зеленского снимала Энни Лейбовиц для журнала ВОК. Прямо украинский бета Орорк. Вот реальное видео, загруженное на странице ВОК в Инстаграм. Смотрите. Это настоящее оскорбление для тысяч украинцев, которые погибли, и для американских налогоплательщиков, которые это оплачивают. Но Украине все сошло с рук, потому что при соучастии американских СМИ они с первого дня ведут лютую информационную войну. Они врали о призраке Киева, они врали об острове, где солдаты сказали кораблю «иди нах». Они продолжают врать. Они могут врать сколько угодно, но почему мы до сих пор за это платим? Тот Вуд, основатель Сиди Медиа, бывший пилот сил специальных операций, присоединился к нам. Тот, спасибо, что нашел время. В какой-то момент, когда президент Украины, он волен переживать за свою страну, мы вольны переживать за свою. Мы спонсируем не только его войну, но и его правительство. И мы даже не знаем, куда идут наши деньги. Понятно, что большую их часть воруют. Когда он показывает средний палец американцам, говоря «Ваши глупые переживания из-за инфляции ничто». Каким нужно быть мазохистом, чтобы посылать этому парню деньги? Послушай, спасибо, что снова позвал Такер, это честь для меня. Мы уже говорили о том, насколько коррумпирована Украина, и я встречал многих олигархов. Они хранят верность только себе, своей власти и богатству. Им нет дела до народа Украины. Они похожи на наших олигархов. Как ты сказал, это большая афера. И я знаю, что не все деньги, которые отправляют туда, используются по назначению. Это недавняя авиакатастрофа украинского грузового самолета, в которой погибли 8 украинских членов экипажа, потому что самолет был загружен взрывчатыми веществами и оружием. По официальной версии, он летел из Сербии в Бангладеш, но я нахожу это крайне маловероятным. По-моему, на самом деле это оружие продали, и это просто отличный способ обогащения для олигархов, оборонных подрядчиков, или, может быть, Байден отправляет оружие куда-то еще, я не знаю. Но эти деньги идут не туда, куда, по нашему мнению, они должны идти, в этом нет сомнений. И я не понимаю, как ответственный человек может отправить миллиарды и передовое оружие в зону конфликта, и даже не удосужиться проследить за их дальнейшей судьбой. А, конечно, это большая проблема, не так ли? Я уже говорил раньше, что это безопасное место для преступников, где они могут делать что угодно. Они не подотчетны, и они либо слишком далеко зашли, так как сейчас они проигрывают эту войну, и неважно, сколько оружия мы им пошлем, если только мы не пошлем армию США, я не верю, что Украина может победить в каком-либо значимом для нас смысле. Я думаю, нам нужно какое-то немедленное переговорное урегулирование, потому что украинский народ страдает. Но либо они зашли слишком далеко, и теперь получают отпор от России, который идет массивными волнами, либо они хотят войну на Украине, чего я боюсь, и поэтому нам нужны взрослые лидеры в Белом доме. Да, и все же в Вашингтоне купились, так же, как купились на миф о Джорджо Флойде, или на ложь о ковиде. Более тупых лидеров страна еще не видела. Тотт Вуд, спасибо, что были с нами сегодня. Не за что. Спасибо, Такер.